Добро пожаловать! Вас ждут два самых бурных месяца в сфере ирландского пивоварения. От ячменных полей до крана за барной стойкой целая армия фермеров, солодовщиков, обжарщиков, солода и пивоваров, специалистов по сбыту и музыкантов бросила все свои силы, чтобы организовать праздник, который охватит 40 стран. И все это происходит здесь, на крупнейшем мегазаводе по производству стаута в мире на пивоварне Гиннес. Мегазаводы Гиннес. Вечер четверга в крошечном ирландском городке. Мы празднуем 45 лет, как здесь, в баре Кленси, сыграет народная ирландская музыка. Изо всех присутствующих. Это самый долгий и непрерывный концерт ирландской музыки в стране. И на этой неделе они собрались здесь, чтобы почтить еще одну великую ирландскую традицию – темное пиво. Сегодня 22 сентября, день Артура. Пивоварня Гиннес в Дублине превращена в площадку для рок-концерта и целый год приготовлений готов принести свои плоды. К этой площадке присоединяются тысячи пабов и концертных залов в 40 странах мира, где любители пива поднимут бокал за самого знаменитого предпринимателя Ирландии. Он был пивоваром, который решил открыть крупнейшую пивоварню по производству темного пива в мире. Его имя – Артур Гиннес, и сегодня его ночь. За Артура! Но прежде чем будет поднят хоть один бокал, прежде чем в бары будут доставлены кеги, заполнены бутылки и банки, прежде чем цистерны с пивом выйдут на дороги или будут погружены на корабли, прежде чем пиво сбродит и созреет, прежде чем сусло будет сварено, а затор приготовлен, зерно обжарено и смолото, прежде чем будут предприняты какие-либо шаги в сложнейшем процессе приготовления пива, фермер выходит осмотреть свое ячменное поле. И он обеспокоен. Сейчас начало августа, и это было самое холодное лето в современной истории Ирландии. Май был довольно холодным и ветреным, что сказалось на яровом ячмене. Солнца было недостаточно, чтобы колоссии налились. Ирландские фермеры серьезно зависят от урожая ячменя. Две трети всего пивоваренного ячменя в стране идет на приготовление Гиннеса. Знаменитое темное пиво производится в 50 странах по всему миру с флагманской мегапивоварней в Дублине. Крупнейшее производство стаута в мире занимает площадь почти в 20 гектаров и разделено на четыре основных зоны. Приемка и хранение зерна, мельница и пивоварня, цеха дображивания и выдержки, цех розлива и отдел логистики. В общей сложности пивоварня выдает почти миллион 705 тысяч литров пива каждый день. Завод просто огромен, пешая прогулка с одного края территории до другого займет порядка 15-20 минут. Пивоварне таких масштабов нужны устойчивые поставки четырех главных ингредиентов – воды, хмеля, дрожжей и много ячменного солода. Процесс соложения происходит в часе езды к югу от Дублина на крупнейшей солодовне Ирландии Бортмалт в городе Атай. И нет более занятого времени года для солодовни Бортмалт, чем время сбора урожая и ярового ячменя. В это время меня переполняет адреналин, потому что 12 месяцев в году мы готовимся к этому, а когда урожай кончается, все начинается заново. Рабочие солодовни принимаются за работу, чтобы убериться, что завод готов к непрерывному потоку ячменя. Снаружи фермеров ждет счастливая передышка. Целая неделя без дождей. Возможно, еще как раз хватит, чтобы ячмень дозрел при нужной влажности. Сбор урожая в неподходящее время может означать потерю тысяч евро. Но так как урожай уже запоздал на две недели, приходится решать, сейчас или никогда. В любом случае, выглядит спелым. Да, пожалуй. Зерно твердое. Возьми и пробуй на влажность. Ну как? 17 процентов. Но тестирование в поле не является официальным. Они не знают, пройдет ли их ячмень строгие лабораторные тесты солодовни. Думаешь, приступать? Да, начинай, принимайся. Хорошо. Они думают, что время выбрано верно, и работа закипает. Из-за задержек, связанных с погодой, у них остается всего две недели, прежде чем ячмень перезреет. Фермеры нанимают дополнительных рабочих и комбайны, чтобы успеть убрать урожай. Какое-то время было тревожно, потому что посевы выглядели плохо. Если урожай плохой, то по счетам не заплатишь. Но на деле урожай стал приятным сюрпризом. Никогда не знаешь, пока не начнешь уборку. Каким выдастся урожай? Фермеры, растящие яровой ячмень, это настоящая элита, отобранная для выращивания определенных сортов ячменя для Гиннесса. Весь год они ухаживали за посевами, но весь их тяжелый труд может оказаться напрасным. Мы надеемся, что этот груз ячменя будет принят на соложение для производства Гиннесса. Его могут принять или не принять. Надеюсь, примут. Узенькие улочки от мгновения ока из пустынных превращаются в забитые до отказа. В ближайшие две недели трактора будут выстраиваться в очереди к Солодовне, чтобы доставить туда свой драгоценный груз. В день прибывает до двухсот грузовиков, это означает, что все на заводе должно работать как часы. Каждый грузовик заезжает на платформу весов для отбора образцов, а затем едет во двор, где ждет результатов испытаний. Солодовня Бортмолт пропускает каждый образец через целый ряд тестов, включая проверку влажности, содержание белка, схожесть и наличие возможных физических дефектов. Наша задача удостовериться, что ячмень, поступающий от фермера, вживой. Если ячмень не будет прорастать, то он не будет прорастать и в процессе ращения солода, а это плохо. Нам нужно пройти через четыре очень жестких теста, чтобы наша партия была принята. Они ничего не возьмут и велят ехать домой, если товар не удовлетворит их критериям. Фермеру Томасу Карлону остается лишь ждать, в то время как другие партии отклоняются и идут на продажу на корм скоту, с большими потерями для фермеров. От шести до восьми. Когда я вижу ручку у него в руке, это хорошая новость. Если ручки нет, все плохо. Партия прошла. Отправляйтесь на загрузку. Хорошо, ладно. Труды целого года увенчались успехом. Он получит лучшую цену за свой ячмень. Задержка со сбором урожая создала трудности для Бормолта. Приемное отделение солодовни недостаточно велико, чтобы справиться с четырьмя тысячами тонн ячменя, каждый день провозимого в ворота предприятия. Это означает, что солодовне приходится использовать свой двор в качестве буферной площадки, чтобы грузовики продолжали приходить. Эта уловка позволяет бригаде приемного отдела получить 12-часовое окно для загрузки всего зерна, не повреждая его. Весь этот ячмень, как быстро мы убираем все со двора. Мы начинаем расчищать его каждый вечер в 8, и к утру двор практически пуст. Нам нужно, чтобы зерно перегружалось с площадки как можно быстрее. Работа будет идти своим чередом, так что пойдемте в замочный цех, посмотрим, как у них дела. До встречи, Бен. Гимнесс ждет полные грузовики ячменного солода каждый день сбора урожая. Пэт Кеннеди переключает свое внимание на процесс соложения. После сбора урожая зерно высушивается до влажности 14%. Оно спит. Через несколько недель оно просыпается, и мы отправляем его на следующий этап. Этап замачивания, где заливаем воду и позволяем зерну прорасти. Мы замачиваем его в течение 47 часов и сокращаем время процесса, который в природе занял бы несколько месяцев, примерно до двух дней. После замачивания зерно отправляется в камеры с климат-контролем, называемые солодорастильными ящиками. Здесь зерна продолжают прорастать, в процессе чего естественным образом вырабатываются ферменты, которыми впоследствии во время брожения будут питаться дрожжи. Естественный процесс роста должен быть остановлен на нужном этапе иначе зерно превратится в растение и будет непригодно для варки пива. Поэтому на солодовнях зерно высушивается в гигантских печках, чтобы остановить процесс проращивания. После еще одной фазы отдыха ячменный солод готов к отправке на пивоварню. Порт Молт и Гиннесс сотрудничают более 150-160 лет. Они хотят, чтобы мы производили солод, соответствующий требованием, необходимым для их пивоварни, и этого мы стараемся достичь. Каждое утро солод отправляется из провинции в столицу Ирландии, Дублин. Первая остановка – приемка зерна. Каждый день на пивоварню доставляется 300 тонн ячменя ячменного солода. Ричард Стержес отвечает за приемку зерна. Он проводит собственный отбор образцов и их испытания, чтобы убедиться, что ячмень достоин напитка. Ни одно зернышко не пройдет через эти ворота, если он не даст на это согласие. Мы ждем результаты. Будут готовы через минуту. Влажность была хорошая, остались лишь результаты контроля. В конечном счете, каждое утро Ричарду нужно угодить одному очень строгому клиенту – начальнику пивоварни, Марку Чемберсу. Доброе утро, Ричи. Что сегодня принимаем? Смотри, здорово, отличный запах. Неплохо, неплохо. Свежий. Да, свежий, отлично. Нам требуется аромат ячменя, свежесть и вкус. Нужно взять образец, надкусить его. Зерно должно быть чистым и белым в центре. Идеально. Из бункеров несоложенный ячмень по трубам поступает в цех обжарки. Именно тут и происходит настоящая черная магия. Обжаривание ячменя – вот что превращает обычное пиво в черный стаут и дает ему характерный темный рубиновый цвет. Обжарщики солода похожи на обжарщиков кофе, только работают в мегамасштабе. Несоложенный ячмень обжаривается в гигантских кольцевых печках более двух часов. Это деликатный процесс, температура в печах достигает 225 градусов по Цельсию. Это, в свою очередь, заставляет зерна производить собственное тепло. Без тщательного контроля это способно привести к внезапному воспламенению. Первые пожары в обжарочных цехах привели к простому решению. В точные промежутки времени обжарщики орошают зерно водой, чтобы остановить процесс обжарки, прежде чем зерно загорится. Старший обжарщик Андреас Макалах отвечает за обжарку 300 тонн ячменя в неделю. Периодически он берет пробы, чтобы убедиться, что цвет зерна одинаков по всему объему. Если не оросить зерно водой на нужном этапе, оно загорится. А этого мы, конечно, не хотим. Ради празднования Дня Артура пивоварня будет превращена в площадку для рок-концерта. Это значит, что на три дня придется остановить работу обжарочного цеха. Марк Чемберс решил удостовериться, что празднования не повлияют на график его работ. Общий цвет свыше 1200 по EBC. А влажность? Влажность в пределах 1,25-2% в точном соответствии с требованиями. Хорошо, спасибо, Андреас. Всегда пожалуйста. Обжарка. Секрет узнаваемого цвета стаута. Но Гиннес не всегда варил темное пиво. Артур Гиннес родился в 1725 году в небольшом городке Селбридж в графстве Килдер. А Артур вырос, обучаясь секретам приготовления Эля. Этим занимался его отец. Когда ему исполнился 31 год, он получил наследство в 100 фунтов, что в те дни как раз хватило на открытие его первой пивоварни в Килдере. Всего три года спустя, в 1759-м, стремясь к большим возможностям, он обнаружил заброшенную пивоварню площадью 16 тысяч квадратных метров в районе Сент-Джеймс-Гейт в Дублине. Архивариус Элвин Роуч потратила много лет на изучение истории развития пивоварни. Размещение пивоварни в Дублине давало множество преимуществ по сравнению с пивоварней за городом, вроде той, что у него была в Лейк-Слипе. И, конечно, развитие Гранд-канала с 50-х годов и 17-го века обеспечило поставку ячменя и другого сырья из сельскохозяйственных районов. Место было идеальным. Он взял эту землю в аренду на странный срок в 9 тысяч лет. Думаю, Артур поступил крайне дальновидно. Когда подписал контракт на таких условиях, определенно он был уверен в себе и в своем пиве. Артур варил Эль, который в то время пило большинство людей. Пока в Лондоне не стало дико популярным пиво под названием Портер. Более крепкие сорта Портера называются стаутами. Артур был настолько убежден, что его темное пиво станет популярным в Ирландии, что перевел всю свою пивоварню на варку Портера. Артур назвал его городским Портером, и он стал настоящим хитом. В 50-х годах 18-го века в Дублине пивоварня варили пиво для местного потребления, но Артур сделал шаг вперед и начал производство пива на экспорт. Через 10 лет после открытия пивоварни в Сент-Джеймс-Гейт, Артур продавал свое новое пиво в Англию. Более 250 лет спустя эта пивоварня использует те же самые основные процессы для приготовления знаменитого Портера Артура Гиннесса. Затирание солода, в котором смолотое зерно или дробина варится в воде, выделяя в нее сбраживаемые сахара. Фильтрация затора, в котором сладкая жидкость отделяется от дробины. Варка, в ходе которой в жидкость добавляется хмель и получается сусло. Брожение, в котором дрожжи превращают сбраживаемые сахара в спирт, и, наконец, дображивание, после которого пиво становится готовым к разливу. Пивоварня готовится к одному из самых насыщенных месяцев в календаре. Но прежде чем начнется варка пива, солотообжаренный ячмень отправляются в варочное отделение, где огромные дробилки размалывают зерно с помощью больших бароссчатых валов. Из дробилок выходит крупная дробина, предотвращающая засорение, и более мелкая дробина, эффективная, высвобождающая сбраживаемые сахара. По трубам дробленый солод отправляется в заторный чан, куда добавляется второй ингредиент – вода. Качество воды принципиально важно для производства пива. Вот почему пивоварня Сейн-Джеймс-Гейт получает воду с близлежащих гор Уиклоу. Нам повезло, что вода, которую мы получаем с водозабора Уиклоу, очень мягкая. В более жесткой воде содержалось бы больше кальция, это плохо для производства стаута. На самом деле, каждое утро мы пробуем воду и другие сорта пива. Доступ к качественной воде был также важен и для Артура. Достаточно важен, чтобы за него драться. Когда Артур подписал договор аренды в 1759 году, он проследил за тем, чтобы у него всегда был доступ к воде, даже если ее объем был невелик. 11 лет спустя бизнес процветал, и Артур забирал больше воды, чем было оговорено. И настал день, когда шериф города пришел на пивоварню и пригрозил прекратить подачу воды. А Артур Гиннес вышел к шерифу, размахивая киркой, и пригрозил ему. Само собой, шериф удалился в городскую ратушу, а Артур никогда больше не испытывал никаких перебоев с поставкой воды. Вот такая забавная история произошла. В заторном чане, дробленное зерно и горячая вода смешиваются, образуя водянистую кашицу. Гигантская лопатка перемешивает затор и помогает высвободить крахмал из зерен. Активированные горячей водой, содержащиеся в зернах ферменты, превращают крахмал в необходимые избраживаемые сахара. Готов к отправке в цедильный чан. Мне нравится консистенция, думаю, готово. Отправляем дальше. Из варочного отделения каждый день поступает 16 партий пива. Но не за горами день Артура, им нужно втиснуть дополнительную партию, чтобы достичь необходимого выпуска. Это значит, что каждый день, начиная с сегодняшнего и до начала празднования, им нужно будет варить около 3 миллионов литров пива. Затем затор отправляется в цедильный чан. Он действует как огромное сито, отделяющее дробину от жидкости. Медленно движущиеся ножи помогают сладкой жидкости, которая теперь называется суслом, просочиться сквозь решетчатые днищи емкости. Затем сусло закачивается в сусловарочные чаны. Здесь пивовары добавляют сусло-хмель для придания напитку горчинки и аромата. Экстракт изготавливается из женских цветов хмеля, близкого родственника каннабиса или марихуаны. Но за эти шишки вас не посадят. Хмель дает нам тонкий баланс горечи. Стаут – это пиво более горькое, чем другие сорта. После варки на протяжении 2,5 часов сладкое сусло насыщается горькими ароматами хмеля. Эд, какой сорт хмеля мы используем? Разные, из Новой Зеландии. Штайнер, на этой неделе новая партия. Следим, что получится. Это сварено утром? Да, только из чана. Очень чистый и свежий вкус. Хороший баланс хмеля. Мне тоже нравится. Хорошая обжарка. Правильная сладость. Готова к брожению. Спасибо. Когда Портер завоевал мировую популярность, пивовары обнаружили, что им нужно больше земли и доступ к реке для транспортировки пива. Но у них на пути была Джеймс-стрит, одна из самых оживленных улиц Дублина. Единственным средством связать производство с рекой Лифи было прорыть туннели. У нас три туннеля, проходящих под дорогой. Один пешеходный туннель для людей, а также туннель для пара и туннель, по которому проходит пиво. Мы перекачиваем его в бродильный цех. Эти туннели более сотни лет использовались для транспортировки сусла из варочного отделения на следующий этап производства пива – брожение. Бродильный цех – место, где живет четвертый ингредиент – дрожжи. Дрожжи – микроскопические живые организмы. Они отвечают за получение спирта. Вот как это работает. Дрожжи питаются сахарами сусла, выделяя спирт, двуокись углерода и активные ароматические соединения. Но прежде чем можно будет добавить этот крайне важный ингредиент, он должен выйти из спячки. Запас дрожжей на пивоварне хранится в криогенном контейнере, который открывается лишь два раза в год, когда из него достают партию дрожжей, которой хватит на следующие шесть месяцев работы всех пивоварин «Гиннесс» по всему миру. Начиная с этой маленькой колбы, можно будет вырастить достаточно дрожжей для приготовления миллионов литров «Гиннесса». Приготовление идет поэтапно. Сначала небольшой объем свежего сусла, только что из варочного отделения доставляется в лабораторию. Спасибо, спасибо. Специалисты кладут в колбу с суслом небольшой объем дрожжей, чтобы они росли и размножались. Этот процесс повторяется во все больших емкостях, пока миллиарды дрожжевых клеток не будут готовы пировать внутри бродильных чанов. После сбраживания получившийся алкогольный напиток, называемый зеленым пивом, закачивается в гигантскую центрифугу, где из пива удаляются дрожжи. Израсходованные дрожжи затем собираются и вновь используются для приготовления других партий. Затем зеленое пиво отправляется на дображивание. Получившееся прозрачное темное пиво теперь нуждается в последнем секретном ингредиенте, и на Сейм-Джеймс-Гейт он хранится в величайшей тайне. Он секретен настолько, что лишь три человека в мире знают рецепт. Он изготавливается на секретном производстве в недрах пивоварной. Я отведу вас туда, где у нас бывают очень немногие. Сюда. И вот до этой последней двери. Исторически Гиннесс изготавливался лишь в Ирландии, но когда мы начали производить его в других странах, мы хотели, чтобы уникальный вкус и аромат Гиннесса присутствовали. Где бы вы ни пили Гиннесс, мы основали это производство для создания секретной эссенции Гиннесса, чтобы повсюду, где он производится, вкус оставался прежним. Лишь около 10 человек имеют доступ на это производство. Извините, вход только для мастеров-пивоваров. Когда секретный ингредиент добавлен, вкус пива продолжает созревать в емкостях созревания. Мега-пивоварня — это не только защитные жилеты и ботинки с остальными носами. По всему предприятию для команды маркетинга наступило решающее время, чтобы сделать все для того, чтобы достаточное число любителей пива пришло честить знаменитый портер. Завтра ровно 4 недели до Дня Артура. Компания впервые отпраздновала День Артура в 2009 году в честь 250-летия пивоварни. Праздник привлек толпы любителей пива, и компания решила превратить его в ежегодное празднование. Праздничные мероприятия запланированы в 40 странах. И проследить, чтобы все пошло по плану и привлекло толпу празднующих настоящий кошмар. Крайне ограничены у нас сроки. Теперь займемся пиаром. Нет журналиста, с которым бы мы не связались на этом этапе. Медитлан. Мы переключаемся обратно на За Артура 5 сентября. Если возможно, давайте сейчас внесем это изменение в план, и постараемся придерживаться. День Артура необычный фестиваль. Все 38 музыкальных исполнителя проведут секретные выступления в местных пабах по всей стране. Это магическое ощущение, что ты в маленьком местном ирландском пабе, и внезапно туда заходит какая-то мегазвезда и выступает в этом теплом узком кругу, там, где никогда не выступала бы. И тысячи пабов по всей стране устраивают свои вечеринки, чтобы присоединиться к празднованиям. 23-го нам делать нечего. Сейчас самое ответственное время. Но реклама не всегда была одной из основ пивной промышленности. Пивоварня работала уже 150 лет, прежде чем один из пивоваров убедил семью Гиннесс заняться рекламой. Они согласились на том условии, что реклама будет такой же хорошей, как и пиво. И они получили слоган, который сохраняется по сегодняшний день. Представители английского рекламного агентства обходили пабы и спрашивали пьющих, почему они выбирают Гиннесс, и 9 из 10 ответили, потому что Гиннесс — это хорошо для меня. Эта фраза прижилась. Гиннесс — это хорошо для вас. Слоган действительно завоевал популярность, когда художник Джон Гиллери создал свою знаменитую во всем мире серию плакатов с цирковыми животными. Есть прелестная история о том, как Джой Гиллери однажды отправился в цирк и увидел морского льва, удерживающего мяч на кончике носа. Он подумал, ух ты, было бы отличной идеей, если бы животное оказалось достаточно умным, чтобы удержать на кончике носа бутылку Гиннесса. А после этого довольно быстро последовали рисунки со страусом, черепахой и самой знаменитой — стуканом, который больше всего покорил публику. О, много нужно сказать для Гиннесса! Моя Гиннесса! На пивоварне и представить не могли воздействие слогана «Гиннесс — это хорошо для вас». Десятилетиями врачи прописывали Гиннесс будущим матерям. А до 2010 года этот напиток предлагали донорам крови в Ирландии. Но прежде чем пиво сможет покинуть завод, оно должно быть одобрено комиссией экспертов. Каждый дегустатор обучен различать до 16 разных оттенков вкуса. Самый важный анализ — это дегустация. Это последняя проверка пива, прежде чем оно будет отгружено с завода. Первое, что мы делаем, — это вращаем бокал, чтобы пиво раскрыло свой аромат, а затем его нюхаем и, наконец, пробуем. Если на этом этапе партия плохо себя зарекомендует, десятки тысяч евро отправится в канализацию. 4,2. Хорошо, 4,2. Несколько насыщенно, но неплохо. 4,6. Думаю, так же хорошо, как и предыдущая. 5 баллов. Преодолев последнее препятствие, пиво, наконец, готово к розливу. Розлив производится вне завода в двух точках — в Белфасте и Ранкорне в Англии. Армады 130 уникальных танкеров перевозят пиво. Эти цистерны называются серебряными пулями. В каждой пуле содержится свыше 30 тысяч литров, и на ее заполнение уходит полтора часа. Чтобы справиться с необходимыми объемами, пивоварня отправляет на розлив 250 цистерн в неделю. Некоторые из этих машин отправляются на паромах через Ирландское море для экспорта на мировые рынки. Остальные проделывают путь в 160 километров на север, в Белфаст. Расположенный здесь завод производит 12 миллионов ящиков пива для ирландских и международных потребителей. Машины заполняют тысячи банок в минуту в ходе круглосуточного ежедневного безостановочного марафона. Руководитель завода Пол Миллер живет в одном бешеном ритме с линиями розлива. Приходится работать с тем, что никогда не останавливается и не спит. Это заряжает тебя энергией, как только ты пересекаешь порог завода. Около 300 тысяч литров портера прибывают сюда каждый день. Пиво отправляется в емкости хранилища, чтобы поток не прерывался, даже если на дорогах возникнут проблемы. Чтобы линии работали, нам нужно как можно больше пива и как можно быстрее. Если линии стоят, это значит, что встает производство Гиннесса и других продуктов. На линиях разливается 60 тысяч банок в час. Этого достаточно, чтобы заполнить три футбольных поля за неделю. Но любителям пива хочется получить ту же игру пузырьков в бокале и ту же сливочную пенную шапку, что и в пабе, когда они разливают свое пиво дома. Это поставило команду исследователей и разработчиков предприятия перед непростой задачей, как получить тот же эффект при наливании пива из банки. В 1988 году они нашли оригинальное решение. По линии движется пустая банка, в нее кладется виджет, банка заполняется пивом, затем в банку добавляется небольшой объем жидкого азота, и она запечатывается. После герметизации банки жидкий азот превращается в газ, увеличивая давление внутри. Азот и часть пива попадают в виджет через отверстие. Когда банка открывается, давление мгновенно сбрасывается, и поток пузырьков азота выбрасывается из виджета, заставляя его вращаться и вспенивать пиво. Пузырьки азота намного меньше пузырьков углекислого газа и образуют плотную сливочную пенную шапку. Технология использования виджета реально превратила Гиннесс в нечто, что дома может сравниться с пивом из паба. Запечатанные банки тщательно изучаются рентгеновскими лучами и звуковыми волнами для проверки давления, формы и положения виджета в банке. Малейший недочет, и банка отбраковывается. Заполненные банки отправляются на пастеризационную линию, где нагреваются до температуры 60 градусов, при которой гибнут бактерии и оставшиеся в пиве дрожжи. Это позволяет пиву в банках оставаться свежим намного дольше. Затем оно попадает на последний этап – упаковку. Мы упаковываем примерно 100 с лишним миллионов литров пива каждый год в 168 различных типов упаковки, чтобы потребитель мог получить пиво в любом виде. Теперь пиво готово к отправке в любую точку мира. Виджет стал детищем особой команды работников пивоварни технического центра мирового бренда. Важной частью этого подразделения является опытное производство, где испытываются и отрабатываются новые творения. Это опытная линия, соединенная с основным производством, и здесь мы занимаемся разработкой инноваций, абсолютно новых продуктов, которые никогда прежде не производились. Это крайне важно. Опытное производство реагирует на мировой спрос в пивной индустрии. Работает здесь международная бригада во главе с Луисом Ортегой. Хорошо, сегодня у нас новая пива, один из наших африканских рынков дал задание разработать новый рецепт для улучшения эффективности производства. Это наша цель на сегодня. Африканский рынок – огромная часть бизнеса компании Гиннес. Пивоварня начала экспорт в Сьерра-Леоне еще в 1827 году, и продажи оказались успешными. В 1938-м политик с тесными торговыми связями на африканском рынке женился на одной из представительниц семьи Гиннес. Алан Леннекс Бойт видел в этом огромный потенциал и убедил семью открыть первую пивоварню вдали от британских островов – Нигерии. Сегодня завод в Нигерии имеет наибольший объем сбыта в мире, а Портер производится в 30 африканских странах. На опытном производстве пивовары пытаются воссоздать черную магию с помощью местных ингредиентов. Думаю, нужно начать с местного зерна, попытаться максимально использовать доступное на месте. Мы начнем с сорга. Для него нужна довольно высокая температура затирания. Немного жареного ячменя для цвета? Примерно 15% обжаренного ячменя в общей сложности, чтобы добиться необходимого цвета. Нужно решить, какую хмель мы будем использовать. Здесь у нас 4 образца. Вообще, думаю, это как раз тот хмель, что нужен. Полагаешь, он подойдет к нашей обжарке? Думаю, да. Хорошо, неплохой план. Стоит приниматься за дело. Примемся за варку. Величайшим изобретением, созданным международной технической группой, стал сам Гиннес Драфт. Наверное, именно этим больше всего знаменит Гиннес. Разливной Гиннес. Игра пузырьков, пенная шапка. Вероятно, на него мы потратили больше времени, чем на разработку чего-либо другого. Но Гиннес Драфт появился лишь в 1959 году на двухсотлетие пивоварни. До него бармены перед подачей разливали пиво из деревянных бочек в бутылки. То, как варится стаут, не дает разливать его с помощью одного лишь углекислого газа, как другое пиво. Он просто зальет все вокруг. Поэтому ученым пришлось искать другой газ, чтобы смешать его с СО2, который позволил бы Гиннесу успокоиться в кружке и не залить все вокруг. Ученые пивоварни открыли, что подмешивание небольшого объема азота позволяло пиву сильно не вспениваться и при этом образовывало очень устойчивую пенную шапку. Эта инновация произвела революцию в пивоварении и создала новый элемент барной культуры – охоту за идеальной кружкой темного пива. До дня Артура остается двое суток. И все меньше времени на то, чтобы как можно быстрее доставить как можно больше пива в ждущие его пабы. Последняя партия одобренного пива отправляется на завод по розливу в кеги. Здесь две линии заполняют 7 миллионов кегов в год. Этих кегов хватило бы, чтобы выстроить их вдоль всего побережья Ирландии. Сначала пустые кеги проходят ряд горячих и стерилизационных промывок для подготовки к заполнению. Затем переворачиваются вверх дном и заполняются точной смесью азота и двуокиси углерода. Затем в герметичный кег под давлением заливается пиво, чтобы внутри не образовывалась пена. Встроенные сенсоры проверяют смесь газов. Любой недочет и линия встанет. Ведь малейшая ошибка может испортить всю партию. Но главной проверкой становится первая налитая кружка. Каждый час с линии снимается кег для проверки высоты пенной шапки, отклонение в которой не должно превышать нескольких миллиметров. Я жду, когда пиво отстоится, и мы произведем измерения. Затем проверим состав газов, азота и углекислого газа в пиве, также растворенного кислорода. Хорошо выстаивается. Мы очень заняты на линиях розливов кеги, которые особенно загружены сейчас. Производим с максимальной мощностью, чтобы во всех пабах было достаточно гиннеса в День Артура. Пивоварня работает на полную мощность, и чтобы справиться с этой нагрузкой, были наняты дополнительные рабочие водители. Мы едем в Оливерс-Сент-Джон-Гогарти, знаменитый паб в Темпл-бар, и везем полный кузов кегов гиннеса для него. Это чуть больше, чем обычно, потому что готовимся к празднованию Дню Артура. Все заняты приготовлениями. Руководству бара важно хорошенько запастись пивом, потому что от посетителей не будет отбоя. Это мы знаем не понаслышке. Пабы готовятся к одному из самых важных вечеров в году. Это уникальный праздник, потому что сотни людей будут пить гиннес и поднимать бокалы за основателя пивоварни Артура. Саймон, у меня на земле 25 кегов и 15 в грузовике. Думаю, все поместится. На День Артура нам нужно около 500 кегов гиннеса. Это очень бурный день. Это 50 грузовиков. Сто человек будет развозить гиннес по Дублину по всем окрестностям. Много работы. На другом конце пивоварни, цех обжарки и хранилище хмеля готовятся к рок-концерту. Кёрстин Шилдс отвечает за все 38 живых концертов во всей Ирландии. Но превратить пивоварню викторианской эпохи в международную концертную площадку задачи совершенно иного характера. Устраивая подобные мероприятия, ты начинаешь на пустом месте, потому что сюда нужно подвести электричество, по воду, всё. Это всё равно, что устраивать концерт в чистом поле. Это сложное задание. Да и здание старое. Кроме того, мы имеем дело с работающей пивоварней, в которой обычно не дают живые концерты. Сюда приедет много грузовиков, нам нужно многое перевезти. В этот вечер пройдёт 38 выступлений, и каждый исполнитель сыграет дважды, один раз на главной сцене, куда люди придут по билетам, и один раз в качестве сюрприза в одном из местных пабов. Но тонкость и сложность в том, сколько их, и в том, что все наши исполнители дадут по два выступления за вечер. Мы перевозим исполнителей из одного места в другое, некоторых в другие города, и всё это будет делаться в течение двух часов. Однако сюрпризы ожидают не только зрителей. Рок-группа из Уэльса Астереофоникс согласилась исполнить ведущий номер в выступлении сюрпризе. Думаю, что находиться в городе, где по всем барам проходят внезапные выступления в качестве зрителя, просто здорово. С нашей точки зрения, это тоже сюрприз, потому что мы не знаем, где будем играть. Примерно 2000 пабов по всей стране зарегистрировались для проведения собственных вечеринок. Перед торжественным днём в пабе Клэнси проводят проверку член отдела качества пивоварни. Доброе утро, Эмма. Доброе утро, Джек, как дела? Прекрасное утро, да. Великолепное. Джек Квирк, один из 230 инспекторов по качеству следящих за всеми пабами в стране. Каждый год они проводят свыше четверти миллиона проверок. Сейчас проверяю наличие азота, также наличие кислорода, присутствие которого в пиве нежелательно, потому что кислород старит пиво, придает ему посторонние запахи. Прежде чем налить хоть одну кружку, Джек проверяет газовую смесь, трубки подвода пива и, конечно, температуру. Меньше всего в день Артура, когда паб будет полон людей, хотелось бы, чтобы клиенты получали тёплое пиво. Нам нужна система, обеспечивающая постоянную температуру в 5 градусов, вне зависимости от нагрузки. Разлив этого пива, смешанного с азотом, непростое дело. Это процесс, состоящий из двух частей, на которые уходят в точности 119,5 секунд. Допустить при розливе ошибки считается смертельным грехом для любого ирландца. Наблюдая за барменом, как он начинает творить идеальную кружку Гиннесса, этот процесс нельзя торопить. Опустив ручку, полившаяся смесь пива, азота и углекислоты должна заполнить бокал не выше арфа на бокале. Теперь Гиннесс готов к первому отстою. Бывают дни, когда вам не терпится, когда же нальётся пиво, и бывает трудно сидеть и ждать первый бокал за день. Когда пиво отстоялось и потемнело, оно готово ко второму доливу. Но в этот раз ручка крана отводится назад, чтобы в смесь поступало больше азота. Так получается знаменитая сливочная пенная шапка. Лучший способ пить Гиннесс. Сделайте глубокий глоток и помолчите. Насладитесь первым глотком. В хранилище хмеля производятся последние приготовления. Последние балки на месте, камера на месте. Юджин, ты был в Олимпии? Да, всё идёт хорошо. Сизер, Систер составят своё оборудование на сцене. А что насчёт ещё одного следящего прожектора? Только на субботу. Через несколько часов откроются двери и 1800 бокалов пива должны быть готовы для тоста в без одной минуты шесть. На концертной площадке мы установили 16 кранов для розлива пива и приготовили холодные помещения, чтобы заготовить пиво на три дня вперёд. Самое сложное здесь в том, что, чтобы налить одну кружку Гиннесса, требуется гораздо больше времени, чем для любого другого пива. Для организаторов концерта это значит, что кранов должно быть в два раза больше, чем на обычном концерте такого масштаба. Каждый бокал должен быть идеален. Можно сказать, что бокалы пива, которые будут подаваться сегодня, прошли 252 года развития и обновления и два лихорадочных месяца. От сбора ячменя до саладовина тая, обжарки и помола, затирания и варки, брожения и созревания, розлива, транспортировки, упаковки и подготовки концерта. Всё, вплоть до этого момента. Это непростой вечер, ожидается, что в двери завода зайдёт тысяча человек, и мы продадим больше Гиннесса, чем в любой другой день в году. Давайте обслужим этих клиентов, как надо. Стекаются толпы зрителей, группы выходят на сцену, и бармены готовы поднять бокал в честь самого основателя. За Артура! Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин. Редактор субтитров А.Семкин